Ваниль это плоды в форме длинных стручков, а точнее стручковидных коробочек, аромат у которых проявляется только после длительной обработки. Они созревают на вьющихся многолетних лианах с длинными зелеными побегами, которые карабкаются на высоту до 25 метров и покоряют восхитительно крупными белыми цветками. Коричневые тонкие стручки длиной от 10 до 20 см остаются на дереве в течение почти 9 месяцев и только после этого их собирают и еще в течение 6 месяцев высушивают, пока палочки не приобретают черный окрас с проступающим белым налетом кристаллических веществ. Ваниль растет в Мексике и других центрально-американских странах, но культивируют ее в Африке и в Индонезии, и даже на Мадагаскаре. Правда, добычей пряностей и масла обычно занимаются лишь США и европейские страны. У рода ванилий есть несколько подвидов, при этом базовым видом считается ваниль обыкновенная – ванилопланифолия. Но качественное эфирное масло можно получить и из лианы формы тахитенсис, у которой стручки очень мелкие, а вот масло с маркировкой помпона лучше не приобретать, ведь для него характерны низкие показатели терапевтических характеристик и не очень хорошие косметологические качества. Ванильное масло наряду с мелиссовым – одно из самых часто фальсифицируемых масел. Начало замены природных материалов синтетическими аналогами приходится на момент получения синтетического вещества, известного как ванилин. При этом фальсифицируемые масла бывают двух типов. Первый тип – ванилла, без приставки о виде растения, означает, что масло не добывалось из настоящих стручков ванили, а просто смешано с экстрактом или порошком из настоящей ванили. И второй тип – ванилла флаворет, указывает на полностью синтетические материалы. Первый тип – это масло, которым заменяют настоящее на тех производствах, где не могут использовать природное сырье и покупает разные его остатки и производственные материалы. А вот второе – сознательно-химически фальсифицируемое масло. Ваниль – дорогая пряность, общий объем добычи которой очень мал, а обработка невероятно сложна. Поэтому неудивительно, что сегодня объем настоящей ванили, используемой во всем мире в кулинарных и парфюмерных целях, по сравнению с химической составляет всего десятую долю процента. Покупая эфирное масло, будьте очень внимательны. Эфирное масло ванили добывают исключительно из плодов стручков, прошедших полный процесс ферментации и обработки, на паровой дистилляции и даже не отжимом, а в результате очень сложного процесса экстракции растворителями, чаще всего масляными. Это процесс, который длится долго и требует высокотехнологического оснащения линии добычи. Выход эфирного масла очень маленький, да и первой экстракцией процесс получения эфира не завершается. В результате долгой обработки добывают всего лишь резиноид, из которого повторные экстракции уже выделяют абсолют эфирного масла ванили. Аромат ванили невообразимо прекрасен, нежный и легкий, он одновременно сладкий и согревающий. Запах ванильного масла – один из редких в ароматерапии ароматов, воспринимающихся полностью цельными, без явного деления на верхние, средние и нижние нотки. Каково же воздействие аромата ванили на эмоциональную сферу человека? Ваниль – это энергетик, который не просто несет заряд бодрости и сил, а пробуждает внутренние психологические изменения, как бы активизируя жизненную и психологическую энергию. Считается, что ванильный аромат воспринимается как безопасный, несет чувство защищенности и уюта, воздействует на бессознательном уровне, снимая все тревоги и страхи. Ванильное масло при ароматизации воздуха помогает укротить гнев и непродуктивные эмоции, несет глубокое успокоение и, благодаря активизации позитивного мышления и достижению внутренней гармонии, избавляет от саморазрушительных мотиваций, снимает тревогу и бессонницу. Это великолепное фоновое масло для доверительного общения в узком кругу. Ваниль помогает не просто услышать, но и понять собеседника, достичь душевного единения и близости помыслов. А в сфере косметологии ванильное масло и сегодня чаще всего рассматривают как парфюмерную добавку, но игнорировать ее терапевтические способности было бы большой ошибкой. Ваниль – одно из самых мягких по воздействию масел, нежно воздействующих на эпидермис. При постоянном применении оно активно улучшает характеристики кожи, повышая ее мягкость, бархатистость и эластичность. Это масло не совсем подходит для средств быстрого воздействия, но при ежедневном использовании эффект от его применения виден даже спустя небольшой срок. Для ванильного масла характерен и успокаивающий эффект, и способность постепенно отбеливать кожу, выравнивать ее цвет. Это одно из лучших масел для снятия раздражения и сыпи, с видимым успокаивающим эффектом. Это одно из основных эфирных масел с бальзамическим воздействием. Эфирное масло ванили – прекрасный ароматизатор. Ванильный аромат считается одним из базовых компонентов духов с восточным шлейфом. Ванильное масло не токсично, и его используют также для ароматизации пищи. Надеемся, что информация была для вас очень полезной. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!